Ммм, мм, так, доедаем яблочко и Ох, отлично, всем привет, ребят, всем доброе утро, я нахожусь на всё это ещё необитаемом острове Слушайте, ребят, сегодня на самом деле очень странное утро, меня разбудил просто какой-то крик, я не знаю То ли мне, ребят, это вообще послышалось, то ли, я не знаю, действительно, я здесь на этом острове всё-таки не один Я вот сейчас включил камеру, позавтракал, телефон был, всё-таки немножечко подзарядился Потому что, ребят, знаете, я всё-таки очень переживаю, что я разобью телефон и вообще здесь останусь просто, скажем, сойду с ума, наверное Знаете, радуюсь, что здесь хоть какой-то плохой, но всё-таки есть интернет, я не знаю, может быть, тут есть какая-то вышка и не всё потеряно Но, знаете, ребят, пока что меня очень пугает тот крик, который я услышал Давайте выкинем вот этот вот пузырёк пока что сюда, он нам ещё, я думаю, пригодится Возьмём новый пузырёк с водой, возьмём ещё одно яблочко И сегодня, ребят, я хочу отправиться всё-таки на тот остров и всё-таки уже более на трезвую, так сказать, голову, если можно так выразиться Конечно же, ребят, я не употребляю алкоголь, ребят, я вам не советую, потому что алкоголь вредит вашему здоровью Я в том смысле, ребят, что я немного выспался, поспал где-то часов, наверное, 12 и готов, собственно, исследовать новую местность Поэтому давайте, ребятки, всё по той же схеме, быстренько отсюда переплываем Слушайте, вода на самом деле очень и очень тёплая Я такую воду, наверное, ребят, только в аквапарках в городе жителей видел, знаете Я когда в городе жил, там такой классный аквапарк был, ребят, если отсюда выберусь, обязательно съезжу в город, покажу вам этот аквапарк Потому что он настолько крутой, ребят, я не знаю, просто это, наверное, лучший аквапарк, который я видел в Майнкрафте Ну, во всяком случае, мне так кажется И что мне ещё, ребят, нужно? Мне сегодня нужно добыть ещё буквально одно дерево Потому что то, что я нашёл в сундуке, у меня уже практически закончилось Поэтому давайте вот я прямо на ваших глазах залезу на это дерево И вот этим своим новым железным топором вот это вот всё отсюда быстренько добываю Отлично, так давайте вот через эту листву пробираемся, отлично Теперь, ребята, слушайте, я хочу всё-таки пробежаться И вот этим топором, ребята, универсальным моим оружием Знаете, в деревне у меня была мотыга, которой я то огороды вскапывал, ребят То всякие потайные проходы открывал, двери как-то там, знаете, где-то что-то поддеть и так далее А тут, ребята, я не знаю, будет пока что у меня нет меча Ребята, буду использовать топор как просто оружие Я здесь видел пару свинок и куриц, и вон корову ещё вижу, ребят Мне, к сожалению, придётся убить одну из этих коров, ребят Потому что яблок у меня на самом деле немного И для организма нужна... И для организма, ребят... И для организма, ребят, нужны всякие другие питательные свойства Я там не знаю, белки, углеводы, это не важно в принципе Поэтому прости меня, коровка Вот давайте её быстро зарубим, чтобы она не мучилась Фух, ребят, знаете, на самом деле Теперь у меня на моём железном топоре есть кровь коровы Знаете, на самом деле не очень приятно вообще кого-то лишать жизни, ребят Слушайте, теперь даже как-то не по себе на душе Но с другой стороны, ребят, если я не убью корову Я просто не выживу в этом мире Майнкрафта Вот эту корову мы оставим Вот этих коров, я не знаю, может быть мы потом какую-нибудь фирму коров сделаем Ребят, кто меня знает, потому что я не знаю, насколько я долго тут Я всё ещё буду пытаться отсюда выбраться Я не знаю, корабль может какой-то найду Лодку пытаюсь смастерить Уплыть отсюда буду пытаться, не знаю Может найду самолёт, отремонтирую его Попытаюсь отсюда улететь Я не знаю, ребят, что делается Я правда не понимаю Пожалуйста, пишите свои идеи в комментариях Потому что я не знаю Обычно, когда на таких островах остаются Их скоро находят спасатели Потому что, знаете, когда пропадает огромный самолёт в небе Это как бы всем видно И по последним каким-нибудь, я там не знаю Данным GPS они как-то находят И я надеюсь, что меня найдут, ребят Но знаете, я просто начинаю уже просто переживать Что меня действительно просто забыли Я не знаю, больше эти авиалинии На которых мы с жителем обычно летали Специально, я не знаю Истребляют всех их, я не знаю Жителей деревень Я не знаю, зачем это делают Кстати, обратите внимание, ребят Здесь у нас прямо на поверхности есть золото Уголь Офигеть! И изумруды! Конечно, изумруды мне на этом острове не очень пригодятся Я думаю, что здесь не с кем торговать Хотя, ребят, я на самом деле Очень надеюсь, что здесь не с кем торговать Потому что, знаете Мне не очень бы хотелось сейчас идти Встретить какого-то человека Потому что, мало ли, что у него на уме Знаете, всякие аборигены тут будут Со мной жить на этом острове Я вот сейчас, знаете, думаю, что я там один Тут живу, всё Более-менее Неизвестность, ребят, очень сильно пугает А потом я буду просыпаться От того, что меня, не знаю Какие-нибудь аборигены куда-то тащат И... Подождите, ребята Офигеть! Это ещё что? Подождите Я сейчас не вот это вот про каменное сооружение И даже не вот про ту огромную башню Подождите! Офигеть! Это корабль! Самый настоящий корабль! Офигеть! Посмотрите! Стойте И тут есть какой-то сундук Подождите-ка Так Подождите Не открывается Слушайте, на самом деле Он уже здесь, судя по всему, давно Давайте немножечко Топориком тут пройдёмся Так Подковыриваем И... Есть! Офигеть! Вот, ребята Вот это теперь мне нравится Теперь у меня есть, ребята Самый настоящий каменный меч Даже ничего крафтить не пришлось И давайте, наверное, я сундук С помощью топорика Заберу к себе в лагерь Потому что я думаю Что он мне точно пригодится Так, дуб положим куда-нибудь сюда Сундучок положим сюда Отлично И давайте теперь осмотрим Обалдеть, ребят Посмотрите Это самый настоящий корабль Он, правда, достаточно сильно разрушен Вон я вижу пробоину, ребят Но это не отменяет того факта Что, ребята, значит Тут всё-таки, наверное, есть люди Мне нужно будет немного поосторожнее И вот этот каменный меч Мне точно пригодится Хотя, с другой стороны Почему тогда сундук был Так, собственно, сильно запечатан И там лежал меч Слушайте, ребят Может, я не знаю Может, я в какой-то квест В реальной жизни попал Напишите, кстати, пожалуйста В комментариях Кто из вас ходил в реальной жизни То есть вот эти, знаете Квест-комнаты Потому что я в реальной жизни Очень часто посещаю Подобные, не знаю Заведения, комнаты Мне на самом деле Очень нравится, знаете Что-то там Думать как-то Логически решать Какие-то загадки Напишите, пожалуйста В комментариях Если вам тоже Будет очень интересно почитать Но сейчас, ребята У меня другая логическая загадка Что это за корабль И я надеюсь Что там никого нет Давайте его со стороны Немножечко осмотрим Значит, что у нас тут Какая-то шерсть И я, кажется, понял, ребят Смотрите Его, видимо, сюда занесло А вот эта шерсть Я так понимаю Посмотрите Паруса нет И, слушайте Значит, вот это и есть парус То есть, посмотрите Просто куски вот этой ткани Или чем там Что это было Я не сильно В вот этих вот плавательных Всяких оборудованиях разбираюсь Скорее всего, действительно, ребят Это самый настоящий парус Слушайте Давайте попробуем сюда как-то залезть Я, на самом деле Не знаю еще как Давайте, наверное, как-то со спины Со спины этого корабля Если, конечно, можно так выразиться Или как-то вот отсюда Как-то попробуем сейчас запрыгнуть Я, на самом деле, не уверен Что у меня получится Ну, да, ребят У меня, к сожалению, не получается Блин В эту воду еще упал Тут она достаточно прохладная Здесь, наверное, из-за того Что тень от этого корабля падает Вода не прогревается Слушайте Хотя, с другой стороны Почему я как бы туплю Вот отсюда же можно, в принципе Я думаю, вполне логично Залезть И есть Так, отлично, ребят Давайте здесь теперь поближе осмотримся Все те же куски вот этого паруса И посмотрите, ребят Там какая-то каюта Но к ней мы вернемся, наверное, немножечко позже Я все хочу смотреть, наверное, постепенно И, наверное, все-таки, ребята Возьму в руки свой каменный меч Потому что я переживаю Что здесь что-то, ребята, не так Я не знаю Может быть, тут кто-то сейчас прячется Просто в голову мне каким-нибудь кирпичом сейчас Или камнем кинет И все, ребята Роликов больше не будет Хотя, наверное, я, ребята Даже если стану что-то случиться Ролики буду для вас снимать Потому что, ребята Не забывайте, пожалуйста Что видео каждый день в 15.30 По московскому времени Слушайте Здесь штурвал Он, к сожалению Не крутится, ребят Мне тут почему-то, кстати, два штурвала Бред какой-то Подождите Вроде как на кораблях, ребят Всегда по одному штурвалу Почему тут два? Я вообще не понимаю И ни один из них вообще не крутится Слушайте, ребят Мне вообще не нравится Находиться на этом острове Тут что-то странное происходит Я вон взади еще Еще какой-то остров вижу Там вроде какие-то могилы Слушайте, ребят Офигеть Меня это, на самом деле, все очень пугает Знаете Мне действительно страшно тут находиться И я не знаю вообще Я представляю, наверное, как вам, наверное, сейчас жутко Поставьте лайк Кто переживает за меня, ребят Потому что я не знаю Хорошо, что не вы сюда попали, ребят Потому что я как бы уже привык к экстремальным ситуациям У меня в деревне житель номер 13 Постоянно со мной что-то происходит А я представляю, кто-нибудь из вас, например Из любимой деревни Резко перетащить У вас там все идет мирным чередом А тут хоба И вас на остров какой-то перекидывает Офигеть, знаете И вот так вот Летай всякими авиалиниями Так, давайте отсюда аккуратненько спустимся По этой же лестнице Ой-ой-ой, чуть не упал Офигеть Слушайте, здесь Здесь есть кровати Дверь Правда, вот тут дырка Хотя, в принципе, это можно использовать Как вполне себе жилище Посмотрите Вот тут есть какие-то яблочки Еще яблочки И еще То есть, ребята, если у меня закончится еда Я думаю, здесь яблоки можно взять Некоторые, конечно, из них уже пропали Вот они, я не знаю Видно вам на камере или нет Они немного с гнильцой Но, в принципе, ребят Я думаю, из одной бочки Ну, наверное, ну, четверть или половину Я думаю, точно можно есть И офигеть Тут еще ящики какие-то есть Печки, ребят Верстак Опять же, дверь Слушайте Обалдеть Давайте тут все смотрим Давайте вот этот ящик осмотрим Ух ты Во-первых, ребята Он уже был слегка приоткрыт Здесь достаточно много пузырьков с водой Надеюсь, вода, кстати, чистая Вроде как, да, ребят Потому что, знаете В океане как бы вода соленая Я еще не научился ее очищать Ребят, кстати Кто знает, как очищать воду Я не знаю Посмотрите, пожалуйста, в интернете И напишите в комментариях Потому что у меня тут интернет, ребят Еле ловит Я не знаю Я видео для вас с этого острова Пару дней заливаю Я просто в шоке Потому что здесь интернет реально Очень плохо ловит И чтобы мне залить ролик Мне нужно на дерево, ребят Залазить Вот так вот На вытянутой руке Стоять с телефоном Чтобы вы увидели новый ролик С этого острова Необитаемого острова, ребят Поэтому тут интернет не ловит Я вообще в шоке Что я как-то могу для вас выкладывать видео Я пытался писать с жителями Но житель почему-то не отвечает Знаете, у меня только YouTube тут работает Очень странно Посмотрите Тут еще есть яблоки Я, кстати, не понимаю Почему во всех контейнерах И вообще везде на этом острове Хранятся только яблоки Не мясо, ребята Не, не знаю, там Не курица Не говядина Не свинина Я не знаю Там не морковка Не картошка А именно яблоки Вот какая-то гнилая плоть Может быть это и было мясо Которое просто уже протухло И превратилось в гнилую плоть Фу, ребят Воняет это очень-очень жутко Вот эти ящики, кстати, закрыты Давайте их немножечко подковырнем Так и есть Ребят Офигеть Я аж дернулся Я аж до речи потерял Здесь очень много угля Вот это, ребят Мне точно пригодится Тут целых почти три стака угля, ребят Вот это реально круто Так давайте еще Не знаю Может быть тут какие-нибудь алмазы есть Я еще с этого острова богатым уеду Но, блин, ребят Этот ящик вообще пустой Слушайте Здесь есть кровати Если что Я сюда смогу прийти И немного поспать Слушайте, ребята На самом деле Очень даже неплохая находка Получилась Во-первых, ребят Мы с вами нашли каменный меч Это во-первых А во-вторых Вода, еда Слушайте Все идет своим чередом Как бы мы потихоньку Начинаем развиваться Знаете Я как бы стараюсь Не падать духом И вы можете сказать Типа что Пиксель Ты слишком оптимистичный Ты слишком радостный Как ты можешь веселиться Если ты остался один на острове У тебя необитаемый остров А ты тут в шутке с нами шутишь Ребят Но как бы это не повод Я думаю грустить Потому что из любой ситуации В этой жизни Я думаю можно найти выход Из этой ситуации Я рано или поздно Тоже найду выход Я уверен, ребят Что житель меня просто Отсюда рано или поздно спасет Я не знаю Приплывет за мной Прилетит на каком-нибудь Вертолете Самолете Да неважно На чем он прилетит Ребят Потому что он все-таки мой друг И я думаю Он вряд ли бросит своего друга В такой беде Тем более, ребят Знаете Как бы на острове Одному Не очень круто Знаете Тут ошиваться Кстати Вот раски попадали Давайте их соберем Вот это вот сломаем Я думаю Что нам это все пригодится Обязательно пишите в комментариях И ставьте лайки, ребятки Если вам это видео понравилось Работаем по той же тактике Ребят Как только под этим роликом Набирается 2700 лайков Выходит новое видео По выживанию на острове Ребят Не забывайте подписываться на канал Всем удачи И пока